— Это противоречит истории. — А кто, вы говорили, еще был? Какое издательство? — Самое известное было издательство Беляева. — Папа, зачем мы тогда фильм снимали? Потому что он был совершенно невыдающимся издателем. И все было так просто и никому не заметно. — А почему ты считаешь, что выдающийся должен быть монополистом? — Это то же самое, что кино сейчас будет снимать, один Михалков. Все. — Это две большие разницы. — То же самое, абсолютно. — Нет, тогда не было такого большого развернутого печатания, не было такого большого количества издательств. Это редкость была. — Так правильно, тот же Беляев, между прочим, печатал-то не в России, а в Германии печатал. — О! А мы говорим про русское нотопечатание. Вот ты тут и попался. — Ты говорила про издательство, потому что от печати нот вообще ни у кого больше коммерческого не было. — О! Вот мы и дошли до истины. — Какая же тут истина? А издательство и типография — это разные вещи. — А Петр Иванович в себе сочетал две эти вещи, даже три. — Правильно. — Он еще и клапщиком себя называл нотопродакцией. — Но при этом надо корректно использовать термин. Надо говорить, а монопольное издательство — не издательство, а типографское нотопечатание. Поэтому он везде, как, кстати говоря, подчеркивал, во всех изданиях написано — собственная нота печати, паровая там, как сначала она была. — Паровая была, по-моему, электростанция? — Нет, сначала были паровые просто печати. — Электростанция появилась уже в 902 году. — Там было сказано, что он был монополист и что он скупил мелких производителей. — Он скупил. — Скупил за счет того, что понизился 20 предприятий. — Ну и что? — Что значит монополист? — В Германии сейчас знаешь сколько нот издательств? — А при чем здесь час? — Несколько сот. — О чем ты говоришь-то? При чем здесь час? Мы говорим не про час. — Так потому что и тогда продолжали существовать разные, которые не были зависимы от конъюнктуры, были крупные достаточно. — Что это? — Что? — Ужасный годик, ужасный день, горячо. — Это не выдающееся мероприятие. Само по себе. — Почему? — Не знаю, ты так говоришь. — А почему у тебя термин монополия — это выдающийся термин? Какой стать? — Ну, в рамках сейчас событий от истории. — Ничего подобного. Это вообще вредное явление монополия. — И почему же оно вредное? — Потому что это социализм получается у тебя тогда. — А капитализм подразумевает конкуренцию. — Правильно. Вот он выиграл... — И в Америке, и у нас тоже. Министерство целое существует, которое занимается антимонополием. — За это сажают в тюрьму за монополием. — Так это была здоровая конкуренция, абсолютно нормальная. — Но, тем не менее, допускать монополию... — Тем не менее? — Ну, при чем действовать «тем не менее»? Я говорю, как оно было, как написано историками? — Господи, ну покажи мне, кто написал про монополию. Где она? — Сейчас покажу. — То, что он скупил 20 и разорил их от 20, это да. — И стал монополистом. Повторая фраза в этом же предложении. — А Беляев тоже... Беляев печатал вот за границей, да? И был примерно такой же величины, как издатель. — Не, ну поменьше, хотя довольно достаточно серьезно. — Ну, видите, поменьше, оказывается. А сейчас ты рассказывал так, что Голуб Беляев вообще был звездой. — Я так не рассказывал. Беляев был очень депутат. Вот у нас, кстати, и Артур Иванович продавал их почти во своих магазинах, и Беляева, и кого угодно. — Ну, замечательно. А кто говорит, что это плохо? — Если это способствовало его какому-то финансовому подкреплению для того, чтобы издавать потом... — Печатать. Печатать. — Конечно. — Так вот так. — Да и смысл, что один группа конкуренцию делает так, что вообще вот только я и никого больше, а он всех использовал. Я говорю, что те самые главные столпы беляевского издательства, они одновременно издавались у Юргенсона. А Балакирев так вообще был сотрудником, редактором главным. Хотя он и там был главным идеологом. Ну что ж такого-то? Почему я, это самое, как в свое время... Ну ладно, я зря говорю, что если я зашел покупать, хожу покупать продукты в один магазин, а в другой, что не могу зайти, что ли? — А кто об этом говорит? Об этом никто не говорит. Тебе говорят просто о фактах, которые были, и которые свидетельствуют об исключительности его издательства. — А ты об этом и не говоришь. Как он набирал каких-то мальчиков, которые чуть ли не из приютов были? Брал учителей немецких, кажется? Немецкие были учителя? — Ну так естественно, ноты печатали в Германии. И он сначала... Там же вот я сейчас как раз... — Говори, кто печатал в Германии. — Были! Все другие печатали в Германии. А он создал свою типографию и выписал немецких мастеров, которые здесь обучили свои собственные карли. — Причем здесь, конкретно именно вот здесь. Вот там, в соседнем доме, где мы обратили только что. Печать Петр Иванович сам построил... — По проекту Друга Черковского. — По проекту Друга Черковского был архитектором? — Угу. — Понятно. А вот мне интересна личность Руденштейна. Я вот заходила вчера в библиотеку. Там его портреты. Были, правда, Антона. — А Петр Иванович в основном с Николаем общался? — Антон был в Питере. Он основатель Санкт-Петербургской консерватории, основатель музыкального общества. А Николай Григорьевич в Москве создал филиал музыкального общества московский, создал консерваторию и вообще возглавлял всю московскую музыкальную жизнь. И, так сказать, было настолько здесь, в Москве, известным человеком, ему городовую честь отдавали, когда он проезжал. Был очень активным человеком. И поэтому ему и удалось такое мероприятие, вот эту консерваторию создать на Богом месте. Просто судьба. Он был тоже виртуозным пианистом. Его, так сказать, композитором тоже вполне неизвестным. И у них была с братом, в общем-то, конкуренция такая. Хотя Антон Григорьевич более известный как именно композитор, он, скажем, Чайковский, он же его ученик Чайковский, Антон Брюкштейн. И он, к нему, Чайковский имел такие претензии, именно как к учительу, что тот с каких-то соображений его придерживал, он его, так сказать, мог бы двигать там на Запад, а он этого не делал почему-то. Антон. Да. Ну, поэтому, как бы, тут Чайковский и в Москву-то с удовольствием поехал. А насколько был старший Рубенштейн Юргенсон? А? Кто? Насколько Юргенсон старший Рубенштейн? Я не знаю даты рождения Рубенштейна, но... Он уже был, так сказать, твердостоящий на ногах, они же тоже из провинции. Ну, лет на десять постарше был. Они же тоже из провинции Рубенштейна. Ну, вот я не знаю. Это я вот как раз вчера освоила материал. Они же в Петербурге познакомились, когда молодой еще Петя тогда, наверное, Анипетр Иванович, был в магазине работал. У Шильбаха. Нет, в Шильбаха это он в Москве работал. А, то есть это... Подожди. Его пригласил Шильбах заведовать музыкальной торговлей своей. У него была большая торговая фирма. Был отдел музыкальной торговли. Вот он пригласил его заведовать музыкальной торговлей. Когда ему было двадцать небольших лет всего. И вот только тогда он перебирается в Москву? Да. А до этого он все время работал просто в магазине на посылках или как? Кем работал? Управляющим магазином? Сначала мальчика, помощником продавца, потом продавцом, потом заведующим отделком. Тут четких нету как бы... Это очень важно. Что важно? Нету четких данных. Он знал дело с самого низа, как это положено. Естественно. Так по-другому Злата и не бывало. МАК.